Здравствуйте! Я Константин Симонов. И сегодня мы обсуждаем весьма значимый вопрос. А может ли Европа обойтись без российского газа? На текущей неделе Польша заявила о том, что она не собирается продлять газовый контракт с Россией, который завершается в 2022 году. И все стали по нашей традиционной истории, когда кто-нибудь что-нибудь скажет что-то плохое, сразу же все умножают это на 100 и делают выводы на тему, что скоро все очень будет плохо, нас вытесняют, с рынков гонят. Ну и вот возникает вопрос и в отношении Польши, а насколько действительно у Польши есть возможность избавиться от российского газа, ну и имеет смысл спроецировать польскую ситуацию в целом на отношения с Европейским Союзом, потому что в чем-то можно Польшу назвать модельной страной. Польша не самый, конечно же, крупный потребитель российского газа, это не Германия и не Италия, но тем не менее и далеко не самый маленький. Мы поставляем порядка 8-10 миллиардов километров газа в последнее время ежегодно. И, в общем-то, это достаточно приличные объемы. При этом мы основные продавцы газа в Польшу, то есть примерно 2-3 рынка польского контролируется Газпромом. И в этом плане, в общем-то, Польша это достаточно значимый и емкий для нас рынок. При этом Польша настроена традиционно достаточно критически к России и с удовольствием пытается уловить все новации в такой сфере, как энергетика. И если где-то что-то новое услышат про возможности так называемой диверсификации поставок, с удовольствием в эти истории начинает играть. Объем потребления газа Польши увеличивается на протяжении многих лет. В последние годы он достиг уровня 15 миллиардов кубометров в год. При этом собственная добыча способна покрыть меньше 30%, то есть 4,5 миллиарда кубов. Остальное приходится на импорт. В 2014 году Москва продала в Аршаре почти 80% от всего необходимого стране голубого топлива. Оставшийся объем Польша закупила у Германии, Чехии и Норвегии. По данным Газпрома, с начала этого года Польша снова увеличила потребление примерно на 35%. В мае 2015-го стало известно, что Варшава обратилась в Стокгольмский арбитражный суд с целью добиться снижения цены на российский газ. Иск был подан после того, как переговоры о дисконте, начатые в ноябре 2014 года, не принесли Польше желаемых результатов. Парадокс заключается в том, что чем больше Европейский Союз говорит о скором избавлении от зависимости газовой от России, тем на самом деле эта зависимость становится больше. Если мы возьмем наши поставки в целом в Европейский Союз, то наша доля на европейском рынке растет год от года и в прошлом году она составила 31%. Это интересно, потому что многие, видя статистику поставок в физическом измерении, то есть в объемах, говорят, ну как же так? Вот были периоды, когда поставки российского газа падали, о чем с удовольствием сообщала европейская пресса, ну и российская либеральная пресса тоже с радостью эти истории перепечатывала. Но вопрос в том, что были действительно периоды, когда физические объемы сокращались, но тогда и европейский рынок газа сжимался. И как раз благодаря этому наша доля, именно процент нашего присутствия на европейском рынке рос даже в такие непростые для природного газа периоды. При этом Польша как раз интересна нам с точки зрения попыток реализации всех модных антироссийских историй. То есть Польша как что-то слышала о возможности избавиться от России, тут же это делала. Ну, например, очень яркой была история про добычу сланцевого газа на территории Польши. Ну, слово сланец, я уверен, знают все от мала до велика. Началась эта великая сланцевая революция в Соединенных Штатах. И было ожидание, что сланцевая революция начнет свой экспорт по методу Троцкого. Экспорт революции, однако, не совсем получилось это сделать. И на сегодняшний день сланцевый газ, да и, кстати, сланцевую нефть тоже, практически по-прежнему добывают только в одном регионе мира. Это Северная Америка, то есть это Соединенные Штаты и Канада, где эти технологии, оказалось, можно использовать. Это связано с достаточно большим количеством факторов. И наличие свободных территорий, и наличие больших запасов, и наличие нужного количества бурового оборудования, и наличие инфраструктуры, и наличие развитого рынка. То есть вот когда все эти условия сошлись, да еще и цены на газ оказались очень высокими, как это было в Соединенных Штатах несколько лет назад, потом цены стали резко падать. Вот тогда, собственно, все эти условия и позволили выстрелить сланцевым технологиям. И тогда в Европе тоже обрадовались и стали говорить о том, что скоро Европейский Союз начнет добычу газа на своей территории. Ну, известно, что Европа добывала газ, прежде всего, на шельфе. И такие страны, как Великобритания или Голландия были достаточно крупными производителями. Но сначала рухнула Британия, теперь вот о наших глазах рушится Голландия. Из европейских стран есть Норвегия, но она, правда, не член Европейского Союза. Но и там, на самом деле, ситуация с добычей в обозримой перспективе не такая и веселая, если мы посмотрим ситуацию с запасами в этой стране. И вот, когда заговорили про сланец, казалось, что вот она, козырная карта, вот новая надежда, которая даст возможность Европе от России точно избавиться. И Польша оказалась здесь, естественно, впереди планеты всей. В Польше стали проводиться всемирные сланцевые форумы. Более того, сланцевый газ в Польше стал фактически национальной идеей. И это никакое не привлечение. Были периоды, когда ты приезжал в Польшу, и прямо уже вот в такси было слышно, что по радио говорят про сланцевый газ, или как это по-польски звучит, лубковый газ или газ с лубков. И вот прямо сразу газ с лубков, газ с лубков. На каждом углу домохозяек, доминистров все говорили про этот газ с лубков. И идея была в том, что Польша построит заводы по производству буровой техники. В Польше появятся производители крупных грузовиков, которые необходимы для перевозки этого оборудования. Везде в Польше будут проложены новые дороги для перевозки техники. Во всех углах начнется добыча сланцевого газа. Пойдет полным ходом газификация Польши. А Польша, кстати, не такая уж и газифицированная страна в целом, даже по европейским меркам. Более того, западные компании, прежде всего, естественно, американские и канадские, которые вроде как выражали готовность инвестировать в Польшу, обещали бесплатное обучение английскому языку для польских крестьян на тех территориях, где должна была вестись добыча сланцевого газа. Это тоже вызывало бурный восторг. И вот такая красивая вырисовывалась картинка, несколько, к сожалению, напоминающая известную лекцию Остапа Бендера о превращении Васюков в центр галактики при помощи шахматного турнира. В результате только лицензий на добычу сланцевого газа было выдано на территории, которые составляют треть современной Польши. И ни у кого даже не вызвало вопроса, собственно, ребята, если у нас на третьей территории Польши будут добывать газ, то куда денется то, что находится, собственно, на этой земле? Где мы будем выращивать польские яблочки и другие продукты, которые, кстати, до санкций Польша активно поставляла в Россию? Куда исчезнут города, деревни? Все-таки Польша – это типичная европейская страна, достаточно густонаселенная. И в этом плане достаточно очевидно отличие Польши от, скажем, штата Техаса. И хотя бы по этой причине добыча сланцевого газа и в Польше, в частности, и в Европе в целом, было достаточно неправдоподобной историей, просто потому что сланцевые технологии предполагают постоянное горизонтальное бурение. То есть, если в России, грубо говоря, при добыче газа вы бурите вглубь, то при сланцевой технологии вы бурите вширь. И вам нужно постоянно вовлекать все новые и новые территории в производство сланцевого газа. Хорошо, если у вас есть достаточно пустынные территории, как в Соединенных Штатах, скажем, в Техасе. А если это европейская страна, как будет выглядеть это производство? Ну, такие вопросы никто не задавал. Все были охвачены эйфорией. И даже пробурили скважину одну, зажгли факел, показав тем самым, что могут добывать сланцевый газ. Естественно, этот факел тут же был пафосно назван пламенем надежды. Ну, естественно, руководство Польши лично производило зажигание этого факела. Но, в общем, надежда эта достаточно быстро испарилась по одной простой причине. То, что технически на территории Польши можно добывать сланцевый газ, это было очевидным. Не надо доказывать, никто не отрицает существование данных технологий. В конце концов, Соединенные Штаты это добывают, это сланцевый газ. Но вопрос ведь не в том, можно или нет это делать технически, а вопрос в том, можно или нет это делать коммерчески. Насколько рентабельным окажется такая добыча. И вот очень быстро все эти проекты сдулись, и оказалось, что никакой коммерческой рентабельности у сланцевых проектов в Польше просто нет. И это произошло еще на высоком рынке, когда газ в Европе стоил в три раза больше, чем он стоит сегодня. То есть даже при очень дорогом газе оказалось, что добывать сланцевый газ все равно в Польше нет никакого смысла, именно с коммерческой точки зрения. В 2012 году американский нефтяной гигант «Эксон Мобил» отказался добывать сланцевый газ в Польше. Скважины признали нерентабельными. Хотя Польша считается страной с самыми богатыми запасами такого газа в Европе. Это событие назвали провалом сланцевой революции в ЕС. «Эксон» пробурила две экспериментальные скважины, однако газ не поступал в необходимых количествах, которые бы оправдали производство. Компании начали искать газ в Польше в 2010 году после публикации отчета, в котором запасы сланца оценивались более чем в один триллион кубометров. Американские эксперты увеличили эту цифру в пять раз, однако чуть позже Варшава заявила, что объемов сланцевого газа в недрах страны гораздо меньше – около 800 миллиардов. Крупные его залежи также были обнаружены в Австрии, Англии, Венгрии, Германии, Швеции и на Украине. При этом в Венгрии «Эксон Мобил» в 2009 бросила проект стоимостью 75 миллионов долларов. Компания нашла в скважине больше воды, чем газа. Ну, Польша, конечно же, не успокоилась, и сейчас мы наблюдаем вторую часть этого марлезонского балета, теперь уже под названием «Жиженный природный газ». Теперь Польша говорит, ну ладно, не получилось с газом Слубков, будем брать реванш на сжиженном фронте. Давно уже началось строительство первого польского СПГ терминала на Балтике, и вот, наконец, оно пафосно завершилось, уже даже прибыл первый метановоз, и теперь как раз на основании наличия данного терминала Польша и заявляет о скорой независимости от поставок из России, о чем, собственно, официальные власти говорят открытым текстом. В 2009 году Польша подписала 20-летнее соглашение на поставку сжиженного природного газа в строящийся терминал в порту Свиноусьце на побережье Балтийского моря. В год, согласно контракту, сюда должно приходить около полутора миллиардов кубометров СПГ от компании «Катаргаз». При этом мощность терминала – 5 миллиардов кубометров. В октябре 2015 года новое хранилище для сжиженного газа было открыто. Этот проект – одна из самых больших польских инвестиций в сфере энергетики за последние несколько лет. СПГ-терминал может обеспечить страну одной трети от необходимого объема газа. На церемонии открытия бывшая премьер-министр страны Эва Копыча заявила, что благодаря этому Польша станет независима от российского топлива. 11 декабря в Свиноусьце прибыл первый танкер от «Катаргаз». Терминал принял 200 тысяч кубометров сжиженного топлива для тестирования хранилища и ввода его в эксплуатацию. Вот здесь давайте уже все-таки займемся небольшой арифметикой. Руководство Польши говорит о том, что при помощи терминала избавиться от поставок газа из России. Россия поставляет 10 миллиардов кубов примерно, терминал рассчитан чуть более чем на 5. Как-то все равно не вытанцовывается ситуация. Тем более, что контракт есть только на полтора миллиарда кубометров. То есть, на самом деле, пока Польша даже не может заполнить существующей мощностью. Можно просто гипотетически сказать. Но сейчас на 5, а построим и на 10. Но можно, конечно, построить и на 20. Вопрос только в том, что этот газ физически нужно на рынке найти. Вот пока есть контракт с Катаром на полтора миллиарда кубов. Ну, конечно же, Польша будет и дальше пытаться найти этот газ на рынке. Наверняка будут поставки СПГ из Соединенных Штатов. Однако, все равно нужно понимать, что на рынке нет такого суперпрофицита предложения газа. Несмотря на появление новых производителей. Вроде, скажем, Австралии, которая сейчас запускает новые СПГ-проекты. Тем не менее, можно назвать достаточно горькую для европейцев цифру. Что порядка 80% терминалов по приему жиженого газа сегодня стоят пустыми. То есть, европейцы понастроили этих СПГ-терминалов как грибов. Однако, к своему удивлению, обнаружили, что газа для их заполнения просто физически нет. И вот здесь приступаем мы к следующему уроку арифметики, связанному с ценой на газ. Это вопрос не менее важный, чем объем. Почему? Потому что Европейский Союз все время, когда он говорит об избавлении от российских поставок, он заявляет о том, что это вопрос не политический. То есть, Европейский Союз говорит о том, что, ну почему вы считаете, что мы боремся с Россией? Ну что вы, речь идет совершенно о другом. Мы хотим заняться диверсификацией поставок. То есть, мы хотим дать возможность европейскому потребителю иметь возможность покупать газ у разных стран. И это означает ситуацию классической конкуренции. Чем больше будет поставщиков, тем ниже будут цены. И тем самым Европейский Союз всячески отрицает политизацию этого вопроса. Более того, обычно как раз политические цели приписывают нам, рассказывая про то, что Россия использует газовую дубинку, газовое оружие, вентиль как способ политического давления. Хотя особых примеров этому не приводится. Тем не менее, такая точка зрения существует. Что, вот, дескать, Россия-то, она видит в газе политику. А мы-то, европейцы, конечно же, видим в этом только бизнес. И хотим дать возможность нашему европейскому бедному, зависящему от России, покупателю, как раз найти этот газ в другом месте. А значит, он неизбежно будет дешевле. И вот тут начинаются достаточно любопытные фокусы. И как раз, в том числе, и связанные с Польшей. То есть, еще раз повторяю, логика такая. Чем больше поставщиков, тем газ дешевле. Значит, что такое диверсификация? Диверсификация – это путь конкуренции и снижения цен. Что происходит дальше? Польша заключает свой первый контракт с Катаром. Причем контрактная стоимость газа оказалась сразу же примерно на 80%. Дороже, чем стоимость российского газа. Сразу же возник вопрос. Подождите. Если диверсификация – это путь к дешевому газу, почему же вы подписали контракт с альтернативным поставщиком, который будет вам, потребителям, обходиться дороже, как минимум, на 80%? На что поляки заявили даже удивлением. Ну а как же? Это же плата за диверсификацию. То есть, оказалось, что за диверсификацию надо заплатить. И вот это уже, конечно, достаточно любопытно, потому что ведь говорили, что диверсификация – это снижение стоимости газа для европейцев, а оказалось, что это услуга, за которую надо доплачивать. Вот тебе и раз. Выходит, что все перевернули с ног на голову, и теперь европейские потребители с интересом для себя выясняют, что им вот такую, оказывается, комфортную предложили услугу, которая вроде бы должна была снизить цены, но почему-то загадочным образом их повысила. И это даже еще более циничная история, чем зеленая энергетика, потому что за зеленую энергетику тоже приходится доплачивать. Но там как бы была идея, что надо, во-первых, беречь природу, а во-вторых, все-таки сокращать вообще импорт чужих углеводородов за счет производства зеленой энергетики у себя. Да, более дорогой, но тут хотя бы была какая-то логика, за что платят европейцы. Ну а здесь-то логики нет никакой. Вы меняете Россию на Катар или на Соединенные Штаты. На самом деле мы уже считали и обсуждали это с вами, что поставки СПГ из Соединенных Штатов при нынешних ценах обойдутся минимум на 50% дороже, чем российский газ. Но вам начинают говорить, что ну а как же, это же диверсификация, она же не может быть бесплатной. Зато теперь вместо российского газа вы можете получать газ из Катара или из Соединенных Штатов. Но по идее потребитель должен задать вопрос, но подождите, мы брали газ у русских несколько десятилетий, не было никаких проблем. Более того, когда цена нам показалась высокой, мы пошли в суд и сумели добиться того, чтобы страшная Россия, которая использует газ вроде бы как дубинку, снизила нам цены и изменила условия контракта в пользу покупателей. Как же так получается? Вы призываете нас диверсифицироваться ради дешевых цен, а цены будут только расти. Но почему-то эти простые логические рассуждения далеко не всем в Европе пока приходят в голову. Вот и приходится на самом деле заставлять европейцев брать более дорогой газ только под одним предлогом. Но зато этот газ не российский. В общем, Европа ведет себя очень странно. С одной стороны, это родина капитализма, а с другой стороны, вкладываются гигантские деньги в СПГ-терминалы, которые стоят пустыми. Или говорится про умение считать деньги, однако заключаются контракты, заведомо менее выгодные для европейцев. В этой ситуации, конечно же, Европа не должна удивляться, что конкурентоспособность ее экономики постепенно снижается. Если надо постоянно за что-то платить, причем эти платежи придуманы совершенно искусственно, то очевидно, что даже экономика с историей, с определенной мощью, она вряд ли выдержит такую перегрузку. Так что мне все-таки кажется, что до 2022 года мы еще вернемся к вопросу о поставках российского газа в Польшу, потому что я все-таки сужу по тому обстоятельству, что доля нашего газа, как я уже сказал, на европейском рынке все же растет. Это означает, что в Европе прагматики все еще живы, хотя, судя по тому, что мы слышим из той же Польши, наверное, их число сокращается. Однако, все-таки мне кажется, что до 2022 года прагматики в Европе все-таки доживут. На этом все. Оставайтесь с теми. Продолжение следует...